В городе продолжается программа по созданию безбарьерной среды. В этом году, как и в прошлом, устанавливаются пандусы, перила, оборудуются съезды, понижаются бордюры, улучшается доступность пешеходных переходов. Работы ведутся как на общественных пространствах, так и в многоквартирных домах. В текущем году обустроено 7 домов. Еще 10 планируется к сдаче. Подробности в сюжете Кирилла Пантелеева. Администрация города неустанно работает над созданием комфортной и доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году были проведены масштабные работы по обустройству съездов с тротуаров и улучшению доступности пешеходных переходов, особенно в районе улиц Комсомольской и Победы. Это лишь часть комплексной программы, направленной на обеспечение безбарьерной среды во всех районах города. В этом году эти мероприятия продолжены. Постоянно мы этим занимаемся, когда мы обустраиваем какие-то общественные пространства, благоустраиваем, реконструируем. Сейчас, например, аллею трудовой славы мы заканчиваем и планируем к сдаче в декабре этого месяца этот объект. Там обустроен специальный съезд для инвалидов. Пандус, новый его там раньше не было, теперь там будет доступная среда. Также при съезде на все пешеходные переходы мы понижаем бортики, чтобы инвалиды могли беспрепятственно передвигаться. Также для удобства пешеходов с ограниченными возможностями здоровья бордюры у пешеходных переходов понижают по всему городу. Кроме того, проводятся работы по оборудованию пандусами и другими приспособлениями многоквартирных домов. Мы обеспечиваем доступную среду в многоквартирных домах. В текущем году на эти цели было запланировано 7,5 практически миллионов рублей. На сегодняшний день 7 домов обеспечены уже доступной средой, 10 домов у нас планируется в ближайшее время к сдаче. Пандусы уже установлены на въезде к подъезду и на первый этаж пандусы мы устанавливаем. Мы откидны в большинстве своем. Пандусы уже установлены, речь осталась только за дверями. Дверь мы тоже меняем. Там тоже особые условия к дверям, к подъездам. Там нужно, чтобы оно со стеклом было, чтобы люди, кто выходил, увидел, что там, например, человек на коляске передвигается. Несмотря на достигнутый процесс, администрация сталкивается с определенными трудностями. В некоторых случаях обустройство пандусов невозможно из-за ограничения, связанных с требованиями пожарной безопасности или архитектурными особенностями зданий. В каждом конкретном случае у нас межведомственная комиссия создана, выходит на место, на объект, оценивает возможность или невозможность обустройства доступности для инвалидов и выдает заключение. Либо мы можем это обустроить, и мы это делаем, либо отсутствует такая возможность. Отсутствовать возможность может по нескольким причинам. Либо это заужение проезда прохода для эвакуации граждан в случае пожара, либо несоответствие уклона, пандуса. То есть нельзя инвалидам заставить передвигаться по уклону 45 градусов. Даже с учетом сопровождающего, потому что не каждый сопровождающий может удержать эту коляску. Поэтому, к сожалению, к большому сожалению, иногда приходится принимать решение о невозможности обустройства мест общего пользования многоквартирных домов вот такими средствами мобильности. Тем не менее, работа по созданию безбарьерной среды в городе продолжается и будет продолжена в будущем. Кирилл Пантелеев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания.